Девушки отдыхают Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюгэ ТВ. Сегодня у нас, конечно, поздно, но выходит видео касаемо Японии. Давненько мы её не трогали. Самое время приступить к данной нации. Есть пара машин, которые вы давно просили меня затронуть. И если Type 16, о котором речь сегодня, пойдёт, наконец-то, на ваших экранах, то до Type 90 мы доберёмся немногим позже. Я видел эти сообщения. Спасибо, что оставляете свои пожелания в комментариях. Это помогает мне ориентироваться по спискам техники, ну и потихонечку делать видео, которые интересны вам, в том числе. Ну и какие-то свои машины затрагиваю. Ну а теперь давайте о Type 16, не будем затягиваться вступлением. Это, по сути, клон Чентауру. В принципе, практически любая нация сейчас, которая имеет высокие ранги, обладает своим клоном колёсной техники и этим же самым Чентауру, который в своё время был им бой, потом ему порезали живучесть, и теперь он, ну, просто, наверное, хорош. Но есть всё-таки отдалённые различия между этим всем. Чентауру в игре уже представлено несколько модификаций, начиная с Блиндуармата Б1 Чентауру на 8.0, заканчивая Блиндуармата Б1 Чентауру Ромар на 9.0, который, в принципе, наверное, и составляет конкуренцию именно нашему Type 16.0. Ну и даже всякие Чентауру МГС, которые находятся на боевом рейтинге 10.3, встречаются часто с топовой техникой, и уже там оснащены топовыми 120-мм орудиями. В общем, неинтересно, есть руйкеты, есть немецкий как-то там комппанцер какой-то, ещё один, или компваген, или что бы там это ни было, до него мы тоже дойдём на 9.0, давайте сегодня всё-таки о японцах. Компоновка классическая, это среднебашенная компоновка для этой техники колёсной, огромное количество этих самых колёс, габариты очень приличные, и орудие, в нашем случае, 105-мм пушка GSW. По факту, если смотреть на характеристики, орудие крайне похоже на L7. Что касается боеприпаса, наверное, только здесь есть определённые отличия, это Type 93, который вы выкачаете, ну, до него дойти, конечно, придётся сначала, но, тем не менее, у вас и в стоке есть лом, он простенький, для 9.0 сойдёт, а вот в топе у нас Type 93 пробивает аж 405-мм брони в упор, и 396-мм на 500-х метрах. То есть, по пробитию мы далеко не в обиде, с уроном у него ситуация обстоит вполне терпимым образом, это такой самый средний лом из средних ломов, которые можно для себя найти. Приятно у Type 16, что можно по НВ, наверное, тепловизоры, прокачать уже на первом уровне исследования модификаций. Ну и по итогу всё как у всех. Отличная баллистика, хорошее пробитие, здесь, по факту, надо уже разбираться в тонкостях пробития каждой отдельной вражеской техники. И в нашем случае я не вижу никаких проблем с пробитием чего бы там ни было. Ну, максимум, это какие-то топовые танки 10.0 уже ОБТ из разряда IPM-1. Но, к чести нашего Type'а, встречаться вы будете с ними нерегулярно, в основном воюя на 9.7. С этим БРом справляться вполне можно, но, к сожалению, у колёсной техники есть свои недостатки, и одним 105-мм орудием, клоном клона клона, дело не ограничивается. Давайте вкратце по остальным характеристикам вооружения. Намекает нам на то, что это переделка L7-перезарядка в 7,1 секунды на экспертном экипаже. Вертикальные углы наведения от минус 6 до 15 градусов, а наведение 27,5 градусов в секунду. В общем, нормально всё у нас здесь обстоит. Есть стабилизатор двухплоскостной орудия, и есть боеукладка первой очереди в виде 15 штучек боеприпасов. Проблема в том, что расположена она как в кормовой части башни, так и под башней около заряжающего. Это делает, конечно, нам более сложным процесс этой самой уничтожения боеукладки, вернее, её изъятия. А уничтожает её как раз-таки прекрасно, если попадает. 16 боеприпасов, на мой взгляд, маловато. Для полноценного боя с такой скорострельностью можно брать около 20-25. В этом случае на довольно длительные перестрелки вам их будет достаточно, и излишек боеприпасов довольно быстро вы расстреляете. В целом, к живучести здесь всё равно мы вернёмся, и там будет нюанс, из-за которого можно брать практически полную боеукладку и не переживать по этому поводу. Есть дымовые гранатомёты, естественно, чтобы уходить в тень, когда вам это необходимо. Есть крупнокалиберный пулемёт Браунинга М2HB, он у нас находится на крыше и является зенитным в том числе. Ну и есть одна мелкашка Type 74. По итогу, с точки зрения вооружения, наверное, здесь нечего сказать, это просто обычный абсолютно колёсный танк, который, в принципе, спокойно справляется с этим боевым рейтингом, с боевым рейтингом выше, и ниже. И если сравнивать его там с тем же Чентауру или с тем же немцем, то одна фигня. Вот тот же самый лом DM33 по характеристикам крайне напоминает наш лом, и по факту тут одного поля ягоды получаются. И когда будем вести разговор уже о других аппаратах, скорее всего, мало на это потратим времени. Что касается живучести Type 16, то здесь дело обстоит, мягко говоря, так себе. Раньше когда-то плохо работал халбрейк на Чентауру, в том числе и на 16-м нашем Type'е, но сейчас работает он довольно исправно, по крайней мере, когда вы играете на данном аппарате, и прилетает вам спокойно ломами с ваншотом в, наверное, 80% случаев. Иногда может быть такое, что вас не уничтожат. У нас четыре члена экипажа, один в корпусе и трое в башне. Заденет вам кого-то там, двух, например. Если просто задевает заряжающего, который один находится, за ним находится боеукладка, которая взрывается, так что это обычно заканчивается все равно смертью. По итогу огромнейшие габариты. Размером этот аппарат больше леопардов, там всяких и других ОБТ. Он почти как Аурумс, наверное. При этом живучести ноль по вышеозвученным причинам, что как-то немножко печалит. Нас пробивают даже пулеметами. Конечно, в лобовой проекции делать это противнику не так уж просто. Во лбу у нас с экранами 40 мм брони, либо дикие наклоны. А вот в бортовой проекции, к сожалению, 10-мм броня не защитит нас ни от чего по-серьезному. Поэтому будьте готовы к тому, что боль, она приходит вместе с чем угодно. Кстати, самолеты, и в том числе вертолеты, снарами, и чем бы там ни было, нас очень любят. А к сожалению, на этом боевом рейтинге они уже появляются. Так что Type 16 является для них легкой мишенью. Единственное, чем оправдывается этот Type, это своей подвижностью. В нашем случае это 570 лошадиных сил на 26 тонн массы. Это порядка 23 лошадиных сил на тонн, но проблема в том, что на 9.0, особенно играя против 9.7, например, этим никого не удивишь. А у нас остаются все неприятные особенности колесной техники. И если щентауру на 8.0 оправданно быстро, и у него есть изъяны колесников, которые, ну, можно как бы списать на то, что, ладно, в остальных случаях он действительно обгоняет всех, то у нас в соперниках могут попасться какие-нибудь там леопарды 2К, ну или в союзниках, вернее. А там 30 лошадей на тонну и гусеничная платформа. То есть нас, в принципе, на многих картах, где много слабых грунтов, это песок или снег, обгоняют любые практические танки. Причем даже у тех, у которых там 20 лошадиных сил на тонну. Наше преимущество только в том случае, если это городские условия, что, опять же, преимуществом для такого огромного и незащищенного танка не является. Ну, то есть только с точки зрения подвижности. Но эта подвижность, она как в нашем ритме, ей можно воспользоваться и пойти сразу на. Либо когда вы можете воспользоваться передвижением по дорогам. Опять же, зачастую они идут не туда, куда вам надо, и до них еще нужно сначала добраться. Поэтому по итогу максималка в 100 км в час вперед практически никогда не реализуется. И назад наш танк может перегляться со скоростью 36 км в час, что позволяет отступить. Но вот в данном случае слабый грунт, и все. До свидания. От таких карт большинство, к сожалению. И поэтому я бы не сказал, что на боевом рейтинге 9,3, 9,7 и 10,0 Тайп-16 может блеснуть своей подвижностью. Попадая на 9,0 с противниками более низкого боевого рейтинга, вы еще куда-то как-то можете выехать. Ну, либо если с картой повезет. По факту, на мой взгляд, колесники на БРах 9,0 и уж тем более там тот же Чентауру на 10,3, это крайне сложные для игры аппараты. У них нет защищенности, как у ОБТ. Они, в принципе, очень легко уязвимы. У них очень большие габариты. Орудия сопоставимы с ОБТ этих боевых рейтингов. И самое главное, что их подвижность не оправдывает абсолютно их недостатки в живучести и габаритах, потому что в нашей игре вот так она реализована. Колесная база не может дать вам развернуться на месте. Колесная база означает, что вы будете плохо заезжать в горы. Колесная база означает, что заезжая на холм еще и по слабому грунту, вы будете страдать, и все танки, без исключения, даже довольно медленные там копии М60-х, заедут быстрее, чем это сделаете вы. А это накладывает определенные ограничения на геймплей. С другой стороны, если будет вести с картой, если вы сможете грамотно воспользоваться дорогами на карте, и знаете просто хорошие позиции, Тайп-16 и и же с ними всякие Чентауру могут занимать эти позиции первыми и оттуда накидывать очень больших люлей неприятных. К тому же, если вы будете играть от башни, спрятав корпус, можно как-то с этим жить. Скорость движения назад неплохая, можно отступать, менять позиции и отыгрывать от того, кто мобильно постоянно перемещается. Жаль, что в реальной игре воспользоваться этим сложновато. Поэтому, на мой взгляд, 16-й Тайп, в общем-то, неплох, но проблема в том, что нужны очень неслабые умения, чтобы не подставляться и при этом пользоваться таким же орудием, как и у других БТ на 9.0, около того. Есть Тайп-74, например, у тех же самых японцев на боевом рейтинге 8.7, у которого есть все то же самое, плюс броня, адекватная абсолютно подвижность, ломы абсолютно те же самые, поэтому, ну, наверное, он поинтереснее будет. Вот. Да и дорога терниста и ужасна к Тайпу 16-му, там можно встретить всякие сложные машины, типа Тайп-75 SPH, о котором мы можем поговорить еще раз когда-нибудь. Ну, в целом, к этому тоже можно привыкнуть. Они хотя бы необычные. На этом на сегодня все. Пишите, что вы думаете по поводу данного аппарата в комментариях, а я пойду пилить для вас новый контент. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...